Влажность и действие команды зависит от жизни людей. Произвестит тушение. Мы еще заходим, заходим. По готовности, вы контролируете. Рука, сюда, сюда, проходите. Помимо отработки экстренных ситуаций, девушка тушит пожар. В защитных костюмах они заходят в задымленный трюм. Пожар, червозы готовы! Вряд ли девушки столкнутся с такими ситуациями в реальной жизни. Они учатся на факультете систем Кирилл Родион, Дмитрий Гринчак, Михаил Осипов. Затем пришлось устранять пожар, разворачивать рукава и тушить пламя. Девушки-моряки продемонстрировали навыки пожарных, спасателей, ну и, конечно, отточили технику управления кораблем. Открываем до конца баллон. И полуоборота нажат. Нет. Сверной? Нет. Страхующий, командир? Нет. Страхующий снова? Нет. Готовы? Готовы? Все, отлично. Разведай там в армиюное помещение. Все, дальше рукой. Мы производили тушение пожара в аварийном отсеке. Нам необходимо было произвести разведку уже потушенного отсека. И если мы заметим возгорание, то произвести тушение. Спасен, но нужно обследовать все помещения, ведь в здании могут оказаться еще люди. После обследования этажей становится ясно, спасать больше некого. Огонь потушен, а значит, с задачей справились. Это сейчас мы ходим, как положено, но обычно спасатели, когда такое сильное задумление ползают, мы этого не делали. Я представляю, насколько сложно ползти, еще найти пострадавшего и выполнить всю спасательную операцию. Боже мой, свобода. Как я себя чувствую, как гляжу, так и чувствую. Это очень сложно. По тактическому замыслу в жилом доме в одной из квартир произошло возгорание на кухне. Под руководством опытных преподавателей и реальных спасателей отправляемся в эпицентр событий. Плюсы нового комплекта формы. Благодаря инновационным материалам снижена масса комплекта. Учебной пожарно-спасательной части, путаясь в боевой одежде и не жалея погибшей под каской прически, заступила и ведущая программы «Рота. Подъем». Один день из жизни курсанта Дальневосточной пожарно-спасательной академии – тема очередного выпуска самой боевой программы общественного телевидения «Приморья», посвященного Дню гражданской обороны. Мне, конечно, понравилось, но, честно скажу, было непросто. Мало того, что одежда боевая пожарная, и снаряжение сам по себе тяжелое, реально чувствуешь себя как в латах, так еще и установка для тушения пожара «Пурга-5» тоже не лег. Все спорядження – близко 25 килограммів. У такей амуніції пожежники мають швидко рухатись, виносити потерпілих із вогню, повзати підвалами. Щоб хоч частково зрозуміти, наскільки це важко, мене ведуть до тренувального лабіринту. Тут, у повній темряві, із моторошними криками, пожежні шукають вихід. Повзають, підтягуються, пірнають у люки. У димовій кімнаті, у повній темряві, шукають потерпілого і виносять на вулицю. У димовій кімнаті, у димовій кімнаті, у димовій кімнаті.